В Минздраве Магаданской области сегодня провели пресс-конференцию. Первый заместитель министра здравоохранения и демографической политики Елена Кузьменко обратилась к жителям Колымы с призывом к вакцинации. По ее словам, осталось несколько недель до начала третьей волны новой коронавирусной инфекции. На это указывает рост заболеваемости, а также выявление инфицирования беременных женщин и групповые случаи заражения. А вот то, что касается профилактики, я честно хочу вам сказать, что у нас с вами осталось, уважаемые колымчане, скажем так, по спортивному форы, буквально 3-4 недели, за которые необходимо решить для себя болеть или не болеть. Не болеть, это значит получить прививку, которая сейчас доступна в каждом населенном пункте. Не болеть, это значит носить маски. Не болеть, это значит пропагандировать и использовать самим социальное дистанцирование. Не болеть, это значит соблюдать гигиену. Также призвали к вакцинации тех, кто планирует отправиться в отпуск в другие субъекты Российской Федерации и особенно тех, кто планирует визит за границу. На данный момент Магаданская область оснащена 7 тысячами доз вакцины ГАМ-КОВИД-ВАК, она же спутник ВИ. После двух этапов вакцины гражданин автоматически получает сертификат о вакцинации – бумажный и электронный, которые появляются в личном кабинете портала госуслуги. Для того, чтобы избежать проблем с получением электронного сертификата, Минздрав рекомендует заблаговременно пройти регистрацию на госуслугах. Кроме того, в процессе иммунизации специалисты рекомендуют не менять личные данные. В случае, если у вакцинируемого возникают проблемы с получением электронного сертификата, необходимо направить обращение. Через госуслуги подавать жалобу, заявку, обращение, подавать заявку на обращение. Она приходит в Министерство здравоохранения Магаданской области. Каждая такая заявка рассматривается и фамильно разбирается, в чем причина. Скорее всего, нужно повторно отправить информацию о пациенте. Также колымчанам, которые отправляются на второй этап вакцинации, напоминают следовать точному времени направления на процедуру. А тем, кто еще не делал прививку, сообщили, что записаться можно не только на госуслугах, но и по телефону горячей линии колл-центра. Его номер 122. Всероссийское рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, которые должны быть благоустроены в 2022 году, пройдет на территории всей страны с 26 апреля по 30 мая. Свой голос смогут отдать все желающие старше 14 лет. В Магаданской области заявлено к участию 19 общественных территорий и один дизайн-проект. Проголосовать можно будет на региональной вкладке информационной платформы 49городсреда.ру. Минстроем Российской Федерации будет организована горячая линия по вопросам голосования, которая начнет работать с 19 апреля по 30 мая круглосуточно. Звонок на единый номер 8 800 600 20 13 будет бесплатным. Помимо этого, в каждом регионе будут работать горячие линии, на которые жители смогут обратиться за разъяснениями по конкретным проектам или территориям в своем городе. График их работы будет определен каждым субъектом самостоятельно. Телефон горячей линии Магаданской области 8 41 32 64 35 80 начнет работать за неделю до старта голосования на платформе за.городсреда.ру. Также на Колыме помогать в голосовании будут 20 волонтеров, которые расположатся во всех муниципалитетах области. Благодаря социальным партнерам вуза в Северо-Восточном государственном университете открыли аудиторию немецкого языка. Теперь, по словам специалистов, студентам будет легче погрузиться в изучение не только языка, но и культуры. На протяжении нескольких лет СВГУ работает с преподавателями, носителями иностранной речи. Этим, рассказывают сотрудники вуза, может похвастаться не каждый университет в центральных регионах. Аудитории постоянно модернизируют, чтобы создать учащимся отличные условия. Мы обновляем довольно много и лабораторий, и учебных классов. И вот это звенье одной цепи. Еще одна аудитория ведена в строй благодаря поддержке нашего социального партнера. Ну и надеюсь, что для наших студентов условия изучения языков, культуры, истории, многие-многих других предметов, они очень хорошие, потому что мы стараемся, чтобы все самое лучшее было им доступно. Китай, Япония, Польша, США, Индия. Для изучения русского языка в СВГУ приезжают жители других стран. В вузе хорошая материально-техническая оснащенность, рассказывают педагоги. Для комфорта иностранных гостей и самих студентов университет создал ряд аутентичных аудиторий, где бы слушатели смогли окунуться в культуру изучаемого языка. Классы китайского, японского языков, а также русский дом, этот проект реализовали благодаря помощи бизнес-сообщества. Слова благодарности за поддержку нашей идеи, за поддержку студенчества, за поддержку вот этого межкультурного диалога, который бы не состоялся, ну или состоялся бы, но не на том уровне, который мы сейчас имеем, депутату Магаданской областной думы Вахову Александру Георгиевичу и нашему, ну, бессмертному, если можно так выразиться, бессмертному другу-соратнику нашей коллеги, бывшей, Суханкиной Виктории Михайловне, которая приняла участие в подготовке трех аудиторий. Ну и мы очень надеемся, конечно, что она нас не бросит, потому что у нас еще есть планы, это аудитория английского языка, у нас есть грандиозный план, проект, это лингва-лаборатория, которая позволит не только проводить учебные, какие-то организационные, исследовательские занятия, работу, но и позволит нам проводить прикладные такие, да, фундаментальные исследования. Специалисты отмечают, когда человек знакомится с чужой культурой, он лучше узнает свою. Идея аудитории «Русский дом» родилась с появлением иностранных студентов. Преподаватели хотели не только рассказать о родной культуре, но и показать ее. В таком классе представлены различные аутентичные сувениры, народные промыслы. Это, рассказывают преподаватели, помогает познакомить иностранца с культурой, историей, литературой и, конечно, языком России. Увеличить доход города на 818 миллионов рублей. В Магаданской городской думе провели заседание по бюджету и вопросам экономического развития. Обсудили внесение изменений в бюджет Магадана на ближайшие три года. Часть средств планируют направить на реализацию программы «Столица» и строительство второй очереди парка «Маяк». Доход увеличат, в частности, благодаря безвозмездным поступлениям. В доходную часть включены безвозмездные поступления. Это межбюджетные трансферты в сумме 731,4 миллиона рублей и средства внебюджетного фонда социально-экономического развития Магаданской области в условиях деятельности особоэкономической зоны в сумме 86,2 миллиона рублей. Все изменения безвозмездных поступлений отражены в приложении к пояснительной записке, поэтому я не буду оторвать ваше внимание на пояснение этих сумм. Также увеличен план поступления налоговых доходов на 54,8 миллиона рублей. В связи с превышением фактического поступления над плановыми назначениями по таким налогам, как налог на доходы физических лиц, 26 миллионов рублей. Также в 2021 году бюджет по расходам будет больше на 9 миллионов рублей. В 2022 по расходам 7 миллиардов 80 миллионов, по доходам 7 миллиардов 70 миллионов. На 2023 доходы и расходы будут 7,5 миллиардов. Кроме того, депутаты ознакомились с информацией о размере кредиторской задолженности на 1 января 2021 года. В принципе, тенденция у нас положительная. Кредиторская задолженность гасится и она сокращается. До сегодняшнего момента порядка 638 миллионов составляет, но она будет гаситься в течение года и уже на сегодня часть этих средств погашена. В основном это задолженность кредиторская перед поставщиками, перед строительными организациями, перед социальными объектами. Поэтому, конечно, это в основном все-таки больше именно внутри бюджета перераспределения идет. Гасятся те задолженности, которые были на 1 января 2020 и на 1 января 2021 года.